Привет всем! Сегодня хочу показать очень интересный вариант для отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте. Отель Шарм Дримс Вакейшн Клаб Энд Аквапарк. Еще совсем недавно отель принадлежал сети Хилтон и это уже о чем-то говорит. На данный момент отель выкупила одна из самых крупных и престижных сетей в Египте сеть Джаз. Шарм Дримс Вакейшн это пятизвездочный отель, у которого есть несколько очень существенных минусов. Но также есть такие плюсы, благодаря которым на отель стоит обратить особое внимание. Если бы Шарм Дримс Вакейшн был самостоятельной единицей, то конечно же можно было бы сказать, что это очень-очень слабенький отель. Но он является частью агломерации, состоящей из трех отелей. Шарм Дримс Резорт, Файроуз Резорт и непосредственно Вакейшн. Основным отелем из трех, вокруг которого все крутится, является Шарм Дримс Резорт. Но у двух остальных, у каждого есть свои преимущества, причем очень весомые. Заселение в Вакейшн происходит через ресепшн резорта. И вообще большинство услуг и развлечений находятся на территории именно этого отеля. На первый взгляд, такой подход может показаться недостатком. Но если взглянуть в корень вопроса, то это совсем не так. Сейчас я покажу несколько самых негативных моментов. Но не стоит сразу пугаться и ставить крест на отеле. На мой взгляд, в конечном итоге позитив все равно окажется большим. Чтобы попасть на территорию отеля, нужно сначала пройти небольшое расстояние по отелю Шарм Дримс Резорт. А потом перейти вот эту небольшую дорогу местного значения. Сразу за дорогой находится ресепшн. Сейчас он не функционирует. Возле него сложены старые матрасы, старая мебель. В середине самого здания то ли стройка, то ли мусорка. Все старое, разбитое и неприглядное. Но приходить сюда и смотреть на все это нет никакой надобности. Как я уже сказал, заселяемся мы через другой ресепшн. А этот можно просто обходить стороной. Также в отеле немного изношено. В какой-то степени выглядят дорожки и тротуары. Но зато совершенно фантастически, как будто даже так не может быть, выглядит озеленение отеля. Пальмы, газоны, кустарники, цветы. Все цветет, пахнет и благоухает. Кустарники подстрижены, высажены всевозможные декоративные деревья. Такое обильное озеленение может быть характерно для турецких отелей. Но для Египта это большая редкость и существенная фишка. Таких фишек у отеля, кстати, достаточно много. Конечно, самое главное из них это пляж. Его я обязательно покажу, но чуть позже. А сейчас взглянем еще на очень важный аспект. Это на цену. Чтобы была понятна разница, сравним цену резорта, основного отеля, и цену вакейшена. Цену смотрим на сайте booking.com на 1 марта за двоих человек с all-inclusive на одни сутки. Стоимость составляет 87 долларов плюс 25 долларов налогов. В общем, получается 113 долларов. Зачем пишут отдельно стоимость отдельно налоги, непонятно. Но платить их все равно придется. Теперь открываем Charm Dreams Vacation Club и видим 37 долларов плюс 10 долларов налогов. Но эта цена только с завтраком, а нам нужен all-inclusive. Поэтому нажимаем на отель и копаем глубже. Выбираем номер Deluxe с кроватью размером Queen Size, то есть королевский размер. Номер на картинке выглядит потрясающе. Стоит приготовиться, что в действительности процентов 90, что так он выглядеть не будет. Но мы отходим от темы. Этот номер с концепцией все включено на двоих человек. На один день стоит 47 долларов плюс 13 долларов налогов. Складываем, получается 60 долларов. Причем никакая предоплата не требуется. Можно заплатить тогда, когда приезжаешь в отель. Итак, Charm Dreams Resort стоит 113 долларов, а Vacation Club 60 долларов. То есть фактически в два раза дешевле. При том, что мы купаемся на одном и том же пляже, завтракаем, обедаем и ужинаем в одном ресторане, ходим на ту же анимацию и можем пользоваться всеми бассейнами и барами отеля Charm Dreams Resort. Хотя на территории Vacation есть и свои вот такие красивые бассейны и свой пул-бар. Таким образом, если мы хотим больше движения, громкой музыки, суеты, то идем на территорию резорта. Хотим больше релакса, остаемся возле этого бассейна. Тем более, что везде стоят новые удобные лежаки и большие классные зонтики, которые отлично защищают от солнца. Бар работает? Да. Мы в Charm Dreams живем, можно здесь? Что мы можем взять, выпить, что есть? Кола, фанта, коктейли. Кола, фанта, коктейли. Здесь? С бирсун, с кафе. Алкоголь тоже есть? Да. Сейчас можно алкоголь? Бобин здесь, бар, 10 в час. 10 в час. Кола с лимоном? Есть лимон? Окей. Карим. Карим, да. Спасибо. Доброе утро. За фуд. Спасибо за фуд. Отель постепенно переходит к стандартам отелей джаз. Например, напитки наливают в стаканчики с логотипом сети. Считается, что Vacation Club это не просто отель, а отель-вилл. Поэтому, скорее всего, арендуя номер, вы получаете не просто маленький номерочек, а двухэтажный огромный номер. Или даже отдельную виллу. Не могу еще раз не обратить внимание на озеленение. Оно, конечно, фантастическое. Представьте, вот так вот выглядит балкон вашего номера. Но все же, насколько я понимаю, номера это самое слабое звено этого отеля. Отель немного подуставший и номера соответственно тоже. Я думаю, что сеть джаз довольно быстро исправит эту ситуацию. Но пока дела обстоят именно так. Гости отеля могут совершенно бесплатно пользоваться вторым по величине в Шарм-эль-Шейхе аквапарком под названием Клеопарк. Аквапарк просто огромный. У нас на канале есть подробный обзор этого аквапарка. Ссылка будет в описании. Можете зайти посмотреть. Стоимость входа в аквапарк для сторонних людей 25 долларов. И это, скорее всего, того не стоит. Но если есть возможность приходить сюда бесплатно, то почему бы и нет. Как ни странно это прозвучит, но в отеле Шарм Дримс Вакейшн Клаб важна не его территория, а территория отеля Шарм Дримс Резорт. И она просто прекрасна. Фантастический главный бассейн со всевозможными дождиками, фонтанами, водопадами. Новейшие лежаки с толстыми мягкими матрасами. В зимний период есть подогреваемый бассейн. И всем этим гости отеля Вакейшн могут пользоваться наравне с гостями отеля Шарм Дримс Резорт. Помимо всего прочего, в отеле очень качественный, ненавязчивый, не характерный для Египта сервис. Улыбчивый, отзывчивый персонал, всегда готовый помочь. Любой вопрос, который может возникнуть, решается просто мгновенно. Что касается еды. Еда разнообразная, вкусная, но, к сожалению, без деликатесов. 3-4 вида мяса, мясо на гриле, рыба, но, например, осьминогов, раков, креветок, этого, к сожалению, нет. Курица, шашлык, шашлык, еще 2, вредного аппетита, шукрана. Жарят очень вкусные национальные лепешки Аишбалади. На завтрак, на обед и на ужин можно выпить американо, капучино, а также в лобби-баре варят профессиональный свежемолотый кофе. Вообще, вкусная еда, это не конек всех египетских отелей. Но что египтяне научились делать, так это хлеб. Практически во всех египетских отелях, в которых мы были, особенно в пятизвездочных, подают вкуснейший хлеб. А вот с супом у них беда. Максимум, на что можно рассчитывать, это более-менее сносный суп-пюре или очень легенький овощной суп. К большущему удивлению, очень порадовали сладости. Тортики, бисквиты, а также всевозможная выпечка на завтрак. У отеля есть какой-то отдельный классный шеф-повар именно для этого направления. И он, стоит заметить, просто профессионал своего дела. Я считаю, что еда очень важный аспект отдыха. Чем вкуснее еда, чем она красивее, тем лучше настроение. По разнообразию фруктов, также в отеле все неплохо. Дыня, хурма, королевские финики, апельсины. Иногда бывают и другие фрукты. Еще один несомненный плюс отеля, это его прекраснейшее расположение. Отель находится в 7-10 минутах ходьбы от центра района Наама-бэй. Для тех, кто не знает, Наама-бэй это один из трех самых популярных торгово-развлекательных районов Шарм-эль-Шейха. И сам Наама-бэй, и дороги, и тротуары к нему. Буквально 3-4 месяца назад были полностью отреставрированы. И сейчас представляют из себя просто произведение искусства. В Наама-бэй можно очень интересно провести, по крайней мере, несколько вечеров. Магазины, торговые центры, рестораны. И что самое главное, не нужно брать такси, куда-то ехать. Все это в шаговой доступности. Отель располагается на второй линии. Но это реальная вторая линия. На пляж не нужно ехать на автобусе. Неспешным шагом до пляжа можно дойти минут за 6-8. Для Египта это вообще рядом. Во многих египетских отелях, даже по территории самого отеля, от номера до пляжа, бывает идти гораздо дольше. Тем более, что путь очень приятный. Пальмы, клумбочки, прямая дорога, никаких подъемов, спусков, ступеней. В общем, минусы от того, что отель на второй линии минимальные. Пляж у отеля можно сказать частный. На него можно зайти или за деньги, или если ты являешься гостем одного из трех отелей сети. Расположен пляж в одной из самых красивых и самых безветренных бухт Шарм-эль-Шейха на Амабей. Для зимы и для начала весны безветренность бухты имеет грандиознейшее значение. К тому же, из-за относительно небольшой глубины в бухте, весной, когда Красное море еще недостаточно прогрета для комфортного купания, температура воды здесь на 1-2 градуса выше, чем в других местах побережья. И это имеет очень важное значение. К тому же, пляж состоит из мягкого, нежного, золотистого песка. Откровенно говоря, он очень приятный. Да что там говорить, он просто потрясающий. В Египте встречаются песчаные пляжи, но крайне редко. А такого невероятного качества, как этот, еще реже. Комфортный, пологий заход в воду. И, скажем так, на 50% его протяженности можно заходить без специальной обуви. Вообще, нежный песочек при заходе в море на всем пляже. Но есть места, где иногда попадаются острые камни или остатки кораллов. На пляже организованы отличные широкие зонтики, которые действительно выполняют свою функцию и защищают от солнца. Новые лежаки с мягкими матрасами. Отель дает пляжное полотенце, но поменять на сухие их можно только на территории отеля. А еще весь пляж засажен пальмами. Они растут прямо из песка. Это смотрится очень колоритно и находиться здесь невероятно приятно. К тому же эти пальмы яркие, живые, зеленые. А не какие-то убогие и потрепанные, как это часто бывает в других отелях. На пляже есть бич-бар. В общем-то бар неплохой, но с рядом существенных минусов. Бар должен работать по системе All-Inclusive, но так он не работает. Бесплатно в нем есть только вода, кола, спрайт, чай и кофе. Любой алкоголь и даже пиво за дополнительную плату. Причем бутылка пива стоит 5 долларов. Никаких закусок, снеков и тому подобного нет. В хорошем пятизвездочном отеле, которому я конечно отношу Charm Dreams Vacation Club, так безусловно быть не должно. На анимацию, так же как и в ресторан, гости Vacation Club ходят в отель Charm Dreams Resort. Анимация очень даже хорошая. Детская мини-диско, танец живота, фаер-шоу, акробаты. Каждый день новые приглашенные интересные коллективы. И все это происходит в необычном симпатичном амфитеатре со вторым этажом. Гости могут находиться как на втором ярусе, так и на удобных мягких диванчиках на первом. Итак, стоит ли ехать в отель Charm Dreams Vacation Club Аквапарк? Если для человека очень важен хороший номер без мелких недостатков, то скорее всего и не стоит. Но для тех, для кого номер имеет второстепенное значение, а важен фантастический пляж, хорошая еда, хорошие бассейны, качественное обслуживание, интересное расположение, то этот отель подойдет как нельзя лучше. А еще цена. Если стоимость этого отеля на 35-45% ниже, чем в Charm Dreams Resort, то мне кажется, что за одни и те же деньги лучше поехать на 10 дней в Vacation, чем на 6 дней в Resort. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и поможет вам при выборе вашего отдыха. Если вы еще не подписались на наш канал Мечта Путешественника, то обязательно это сделайте. У нас много всего интересного про Египет, Турцию и другие туристические направления. Нажимайте на одну из конечных заставок и смотрите следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений и помните, жизнь прекрасна, когда в ней есть место для путешествий.